я буду делать свой любимый салат я не в ротах вот этот комод мы собрали канал 100 или 90 290 вот такая пицца я позвонила врачу мы собираемся родом он выставить вот тут где-то пока медленно схватки вроде засыпал еще кому он придет экстремистская запрещенная сеть правильно смотрите как курс пояс на красный крыпа им красный врач который еще никак не могут пройти вот такой у нас стол первый комод мы собираем два дня может так хотела бы второй день идет жуткая метель ну кстати все дни так холодно я вышла из дома одна представляете удивить и туда носит есть типа больницы помет платный у меня остался врач который еще никак не могу пройти это офтальмолог мне нужно проверить глазное дно так что я сейчас иду до офтальмолога и все хорошо так в общем я что вам рассказать спала всю ночь так хорошо спали ну как конечно тренировочными но я уже привыкла сплю сегодня сейчас провезут кстати сейчас привезут комод дима будет его собирать я вам покажу ну что это называет меня танкистом потому что когда потом поедем и вкусную пиццу непонятно боковая давай так у нас идет сборка комода он будет стоять блин забыли надо где надо стену протереть девушек протрет он бы стать вот тут он небольшой его глубина 35 сантиметров здесь будет стоять кроватка вот так вот которая сегодня должна прийти вот дима собирают уже какой час сейчас кому он очень старается тут еще связующие комплектующий нас такой бардак потому что пока все разбросано пока нет комода кроватки все непонятно в каких-то местах вот так что к сожалению какие дела я посадила к офтальмологу мне дали добро на естественные роды ну типа есть нюансы но с ними все можно рожать не так страшно я вам хотела показать ручки заказала короче ручки мы в общем интернете видели комоды с такими ручками и мне так понравилось и смысл в то что они все разные вот и я нашла этого балла естественно боже мой ничего удивительно 60 рублей одна ручка они сразу идут с конец дочками вот и в общем прикручиваем и у нас получится что к этому комод будет ручки и что мы взяли еще один комод со стороны балкона и там тоже будет а я вам сейчас покажу кстати при свете дня стол так выглядит стол стулья очень удобный на улице метель мы вообще с димой балдеем у стола мне пока сидеть на нем не очень удобно но нормально мне удобно но просто из-за живота не очень удобно но реально стулья удобные стол офигенный он большой мы сначала когда его поставили мы такие я еще выбирала между округ диаметр диагональ 100 или 90 взяла 90 и думала блин наверное надо было 100 брать а когда тебе его собрали просто такой огромный вот но в итоге если мы сначала думали собрать его издать и заказать 80 но я уже по моему это просто мой говорила что он очень удобный и у нас никогда не бывает две тарелки на столе у нас всегда какие-то там пиалочки всегда что-то еще стоит и в общем в общем он прям огонь стол как надо ладно сегодня еще должна кроватка прийти кстати дим на улице метель я думаю что задержат до завтра скорее так же как и этот комод вот мы сейчас в итоге за пиццу не поехали прежде всего собирает если заказывать а то в том месте где откуда я хочу то доставку будет рублей 60 стоит да вот но за пицца вкусная и хочу конь кино посмотреть сегодня вечером пока есть такая возможность у нас потому что потом мне кажется вообще держите лизер включать не будем ну я по крайней мере себя настраиваю на такое что у меня уже не будет времени до телевизора не до инстаграма я сейчас еще монтировала влог и думал о том что смогу ли я сохранить свой youtube конечно же смогу конечно как я вообще визиту вот ну потому что типа можно же мне на монтаж требуется какое-то определенное количество времени в принципе то есть немного я подумала что раз в неделю то я могу уходить на монтаж мне же не обязательно уходить из квартиры хотя у нас просто даже если уходить из квартиры у нас внизу вон куча кафешек просто миллиард просто я такие не особо люблю всякие там пекарни там люди любят хлеб в гостях там у кого-то еще в общем куча всяких кафешек даже с матчей вот можно будет сесть взять ноутбук и спокойно помонтировать часочек вот потом отдохнувшие вернуться домой вот но снимать снимать главный телефон брать руки не забывать атака я думаю что все получится так у нас вот такая пицца тайны уже за рекламу заплатил обожаю кока-кола да я пью колу вот я поставила разогреваться вкусненько я всегда кстати разогреваем пиццу в духовке когда я привозит вот где мы все еще собирают комод если успеете одним покажусь нет а завтра доброе утро друзья ну как добрая вообще не спали я точнее ладно ладно обманываю я спала четыре часа в сумме наверное чем у меня вчера с шести вечера метр в день датриародные сладки вчера с шести вечера они тоже шли но я такая типа знаете типа я точно не рожаю блин вот вот как у вас в голове и есть представление какое углы представление о родах вот мы сейчас диме даже обсуждали у меня будет так я думала что знающий себя эмоциональную такую знаете я думала что я буду бегать по квартире и кричащими больно я рожаю но вот у меня в голове такая картинка почему-то но в итоге в общем сейчас шести вечера я просто решила так одну по засекаете поиграюсь в этот счетчик сладок ничего страшного вчера я в итоге по засекал началось 20 минут потом продолжилась я сходила в душ полила живот горячей теплой водой я не поняла посидела в зале я же сейчас не сплю на кровати в основном потому что неудобно я сплю здесь зале сидя сделала сварила себе сосиски думаю наверное просто голодная поела схватки продолжались в итоге с шести вечера до двенадцати ночи они укоротились до восьми минут до восьми минут с интервалом с интервалом восемь минут и поминуть схватку я конечно то пыталась уснуть где-то пока мерила схватки вроде засыпала по 10 минут но в итоге фильм просыпалась ну и вот сегодня время сейчас 10 20 я позвонила врачу мы собираемся в роддом потому что вчера ну то как так подлиться очень долго боже какой маленький так как для длятся схватки уже очень долго надо сделать ктг надо проверить и позвонила врачу на подоксанку приезжайте я на возьмите слух на всякий случай я бы может не божемки брать потом еще приедешь за ними не знаю короче мне каши не рожают у меня не приснится меня ничего не поменялся тряпи глаз души три раза меня не прошли схватки где пожалуйста трусах отсюда я собрала сумку это вот для окситоцина попросила диму провести веер все тут вентилятор это остатки сумки надо все дозапирать говорю иди в трусах он ходит трусах раз пойдет не меня все стоит там уже вот еще варим сосиски сейчас пойдем сосиски и поедем а есть на красный икры поем а чего бы нет собственно да и поедем роддом спокойно потихоньку на сегодня выходной врач там будет дежурный в лахте принимать смотри расскажет надеюсь пока мы туда кушать нормально все будет и меня поясница тянет пока без остановок обычно у меня проходит отчет вообще никак не пройдет управляем уже домой он умеет вести себя в родах конец он не берет хочу хочу-то говорю вот она может и мы приехали в нахту ты такая тишина никого нет пока ехали слушали мы плылись дать им из шести треков на каждого нити на шоке был потому что я хочу сказать вообще не моя музыка почему-то вам не поднимал настроение вот ждем прием на узи потом у нас ктг и потом врач наверное посмотрит здесь были пять дней назад пять дней назад были на узи и приехали лет пять то если конечно тренировочные это будет прикол потому что дима взял все сумки посмотрите на него человек взялся сумки курс ездишь потом заберешь сумки нет как надо взять сумки я могу что я не в родах не надо сумки брать он взялся пока я помню то я обычно так записываю и потом ничего не записываю я не в родах я не в родах пока что подним человек кстати уже готов а боле тела нет психологически мне кажется я очень готова дадим прыщ выскочь мы сделаем это даже ты тогда и хорошее в итоге мы можем такси домой где-то сумки брал так и в следующий раз это не возьмёшь на его прийти в следующий раз точно не возьмёшь этого тренирую в родах вот как обычно бывает туда-обратно мультика это солнце красота мы хотели поехать в характер лучше завтра спокойно да поедем я продумаю мы будем спать долго я сейчас поехала конечно у нас куча вещей мы забрали кровать и матрас матрас я несу матрас на каком-то кокосе я была на лекциях когда нам говорили что матрас на кокосовой стружке что вот а комод вот такой ой какой комод кровать ну что и комод не можешь собрать на второй день сейчас же кровать добавится что вы понимали сегодня еще комод придет и это будет собираться я думал кровь до родов так вот какой-то молодец короче у нас характер в общем эти два дня характера стали ехать куда-то уже не было сил поэтому я заказала онлайн тебя попросила ребят меня выручить модный черный пакет тут наверно булочка тоже булочка банофи хлебушек ура банофи есть хлебушек вот так хлеб два можно так хотел об анофи это крем чиз лососик первый завтрак и 2 вкусненько кушать спасибо ребята приятно ой смотрите так влоги перемещаются плавно квартирные скоро и название будет уже не домашний вайб да и там что-то парочку каких-то мест а просто блок из дома дадим квартирный влог я как обычно говорю бульон водички я буду делать свой любимый салат и не смотрите на салате не будет апельсинов просто они вместе лися какой да можно сейчас я до этого дойду расскажу короче делаю салат у меня такая штука обожаю это языке у нее там крышка есть в общем крышка закрываете он все воду убирает это просто я заставила дима привести ее рюкзаке чтобы он и не сломал потому что такая удобная очень без нее люди живут огурцы помидоры лук шпинат вот такой салат с маслицем потому что я ела два дня оливье и отекла так просто не проснулся мне до сих пор я на ноги нажимаю а мне такие знаете точки остаются так вот вам смотрите при свете дня возьмите за бардак это все беременность мы сегодня все разберем вообще мне так стыдно что я такой бардак обычно мне так чистых квартире вот такой у нас стол стулья вы кстати за барку или за стол я поняла что мне так удобно со струн а вот тут самое интересное это не вчера вещи постирала корзинки смотрите муж собирающий комод короче первый комод мы собирали два дня он собирал всем покажу да потому что он же у нас не мебель я спала не обращать внимание так вот этот комод мы собрали смотрите какие классные ручки я его буду красиво оформлять не помню я уже записывал видео если записывал то уж извините вот они ручки которым показывала 60 рублей ручка стоит мы собой мы собрали кроватку это матрас я спал в обнимку с этим как это называется чехол на матрас чтобы он пропах мной и ребенку было комфортно привыкнуть кроватки такого лайфхак я для себя придумала еще лучше всего идет на доставке вот ближайшие два-три дня все придет все кстати уместилась еще отлично мне все очень нравится я сейчас буду забивать вот эти вот отделы все смотрела в интернете написала жене брат и спросил у нее что она клала на комод потому что ну что то знаете вот я поняла что нужны подгузники всегда чтоб тут лежали и ну прям чтобы так раз взял не тянулся не открывал шкаф и так далее и пеленки а что еще она мне написала хлор гексидин и так перекись это пупок натирать ватные диски так ушные палочки вроде все если столько помните если точнее даже хотите что-то подсказать основного что всегда был под рукой можете подсказать что такой момент у нас комод видите он не очень большой я кстати уголки сделала такие мягкие дома в китае заказывали чьи я когда заказывал в китае мне высветилось на табау я такая о нам такое надо так что у нас сейчас вот тут я комод закрыла кровать свою закрыла и еще по квартире пройдемся мы тоже там по закрываем всякие острые углы что хотел сказать вспомню а короче у нас нестандартный комод и я не могу найти матрасы я если следить за мной в инстаграме поднимала эту тему короче корзинка у меня просто высвечивается в инсте это запрещенная сеть надо так говорить как я помню чтобы тебя не в банке послали экстремистская запрещенная сеть правильно правильно все вот так вот короче именно там в ней написали что этот вот какие написали мне в рекомендациях высвечивается все иностранное то есть там вот эти комоды кроватки и там очень много корзинок размером там до 140 сантиметров то есть потому что икея сама по себе тоже узкая европейцы также знаете не самые большие квартиры дома и как-то у них в этом плане прочь а у нас все идет стандартно начали 50 60 сантиметров 50 то тяжело найти если делать даже на заказ эту корзинку она выходит дороже потому что типа не стандарт не важно что на меньшего размера короче это очень интересно увлекательно но очень жалко всех этих денег и я просто понимаю почему нужно давать такие бешеные бабки когда я могу например я пожалела уже что я не заказала в китае но я думала что уж корзинку то я в россии найду недорогую но в итоге казалось что нет надо было как вот эти корзинки которая купила набор белых тоже корзинки блин заказала корзинки китае 350 рублей 3 штуки здесь корзинки 1-2 1300 ну это вообще что такое я в итоге заказала на вэлберис подвесные то есть у нас будет один пеленальный тут один пеленальный на стиралке в ванной показала там корзинки что тоже подгузники вешать чтобы ребенка не стрелять на стиральной машинки 1 короче я придумала одну штуку как сделать и не тратиться как придет я ее соберу вам расскажу покажу смекалка и находчивость мое все кто еще не знает не знал я вообще люблю придумать и мечтам было и куча идей разных я любитель выходить из всех ситуаций жизненных и не только поэтому такие дела что вам еще рассказать тренировочными чуть-чуть отпустили но пока что все еще спина спина конечно болит сегодняшнего дня мой ребенок с вчерашнего даже точнее полностью да доношенный может родиться в любое время все это это считала что он у меня такой здоровенький но вот сегодняшнего с вчерашнего он считается полностью полностью доношенный что еще что еще завтра едем снова в лахту я записалась на ощущение на лекцию ощущения в родах очень хочу туда съездить посмотреть потому что точнее не я хочу чтобы один хочу чтобы послушал у них раньше были лекции партнерские роды его в прошлом месяце было и в позапрошлом а в этом они не сделали представляете и я так расстроилась думаю ладно пойду хотя бы на вторую лекцию ощущения в родах там то что будет красно сказывает там что делать какие массажи и он хотят послушает так что такие дела пойдемте варить бульон делать салат я так кушать хочу сварю все пельмени потому что у нас нечего есть мы все съели оливье больше есть не буду я так отекаю страшно что все мне реально хватит соленья пока тоже на стопе надо все таки да и пролит ужас то иметь совесть да я же не одна у меня в животе человек может он тоже не нравится отеки вот так что будем делать за окном кстати красота мы вчера ночью ходили гулять чем тоже пойдем до надо забрать этот на булочки на матрасик все тоже перестирать совсем поспать чтобы все пропахло мамой такие дела